Крымская война Крымская война В 1956 году Севастополь был сдан, был подписан Парижский мир, и поэтому Парижскому миру Россия должна была ликвидировать все свои военные сооружения по берегам Черного моря. Это было одинаково и для России, и для Турции, но поскольку для России это было гораздо важнее, чем для Турции, то это воспринято было, конечно, в русском обществе как унижение страны, как трагедия национальная. И ясно было, что здесь во многом виновата и наша дипломатия. Дипломатия, которая произвела, ну, такой совершенно ошибочный, как жизнь показала, расчет отношений между европейскими странами, вот по отношению к этому крымскому вопросу. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Ну, дело в том, что, конечно, речь шла не только о Крыме как таковом. Речь шла вообще о влиянии России на Балканах, о влиянии России в Средиземноморье. Ну, короче говоря, это была огромная геополитическая борьба. И вот в этой геополитической борьбе Россия потерпела неудачу. И здесь многие упрекали, и справедливо упрекали не только самого императора Николая, который, конечно, здесь был во многом виноват, но и его министра иностранных дел. Это был Карл Насельрода. В течение нескольких десятилетий он возглавлял внешнюю политику России, ну и отличился только тем, что повторял указания императора. Повторял указания Николая I, не имел практически собственной точки зрения и не мог убедить императора в том, что нужно поступать совершенно по иному по отношению к европейским державам, чтобы не допустить вот этой трагической неудачи. В 1855 году на трон вступил новый император Александр II. Он поменял почти весь кабинет министров, потому что считал, что министры, служившие его отцу, виноваты в том положении, в каком оказалась Россия. И вот среди этой смены на пост министра иностранных дел вступил приглашенный Александром II кадровый дипломат Александр Михайлович, князь Александр Михайлович Верчаков. Верчаков был известен как человек, который прекрасно знал Европу, который многие годы был нашим представителем то в Австрии, то в Италии. И поэтому, конечно, ему Александр поручил очень ответственное и трудное дело утвердить престиж России в тех условиях, когда Россия оказалась лишенной своей военной гордости, которая всегда была у нас, так сказать, сильной стороной нашей истории, что наши люди всегда побеждали. А теперь вдруг такое поражение. Горчаков принял эту должность, хотя понимал, что это очень сложная борьба предстоит. И он поставил своей целью, как министра иностранных дел, прежде всего, ликвидация условий Парижского мира, отмена Парижского мира, любыми путями, но лучше всего, конечно, путями мирными, потому что Горчаков прекрасно понимал, что Россия вступила в стадию реформ. Отмена крепостного права, реформы, связанные с земством, реформа судопроизводства, городская реформа. Ну, то есть, целый блок реформ Россия должна была осуществить в это время для того, чтобы остаться среди европейских держав, для того, чтобы не отстать и не потерять свой международный престиж. И вот как добиться этих двух целей одновременно? То есть, с одной стороны, преодолеть Парижский мир, отменить его, но с другой стороны, не вступать в вооруженный конфликт ни с какой страной, делать это все мирно, осторожно. Вот такое было, так сказать, такая была установка Александра Михайловича Горчакова. И надо сказать, что в отличие от Неселероды, Горчаков был таким министром, который имел свое собственное мнение, и это собственное мнение он не боялся выдвигать в разговорах с императором. Он спорил, он доказывал, он говорил, что есть вещи, которые он знает лучше императора. То есть, это был действительно мужественный человек, для которого интересы России были превыше всего. В целом, внешнюю политику России в этот период, в 60-е и 70-е годы, можно разделить на несколько основных направлений. Ну, первое, конечно, отношение с европейскими державами. И здесь Горчаков достигает многого благодаря искусному лавированию, использованию противоречий между Пруссией и Австрией, между Пруссией и Францией, между Францией и Англией. То есть, Европа была полна противоречий, и Горчаков использовал эти противоречия для того, чтобы добиться каких-то привилегий, каких-то успехов для России. Ну, в это время в Европе самый обсуждаемый был вопрос – это вопрос объединения Германии. В это время все, кто говорит по-немецки, делились на 38 больших и маленьких княжеств, курфюршеств, то есть единой Германии не было. Но на роль объединителя Германии претендовали и Австрия, и Пруссия. Естественно, между ними возникла борьба. И вот война между Австрией и Пруссией в 1866 году, она завершилась разгромом Австрии, Пруссия победила. Но после этого Пруссии для дальнейших успехов нужно было победить Францию. Потому что Франция, конечно, была категорически против того, чтобы в Европе появлялось новое сильное немецкое государство. И вот начинается борьба между Пруссией с одной стороны и Францией с другой. И в этой борьбе Горчаков принял сторону Пруссии. Но принял не за просто, так сказать, не за спасибо, а он договорился с канцлером Бисмарком, с прусским знаменитым дипломатом, договорился о том, что Россия в случае войны между Францией и Пруссией, Россия будет удерживать Австрию, чтобы Австрия не нанесла Пруссии удар с тыла, удар с юга. И вот 1870 год действительно вспыхнула франко-прусская война, действительно Франция кинулась просить помощи у Австрии, но Австрия не могла оказать ей помощи, потому что боялась русских войск, боялась вмешательства России. В это же время происходит отмена Парижского мира. То есть Горчаков рассылает знаменитую ноту Горчакова всем европейским дворам, в которых пишут, что изменилась обстановка в Европе, все поменялось, все, расстановка уже совсем другая, и в новых условиях Россия не считает себя связанной с условиями Парижского мира. Англия возмущалась, конечно, но Англия одна не хотела воевать с Россией. Франция не могла воевать с Россией, потому что она только что потерпела сокрушительное пророжение от Пруссии. Пруссия обещала нам поддержку в этом вопросе, если мы поможем ей в вопросе с Францией. То есть вот цепочка такая протянулась, ну и в итоге было достигнуто то, о чем, собственно, Горчаков и хлопотал – отмена условий Парижского мира. Это был его, конечно, большой успех, но дальше возникла другая проблема – отношения с Англией. У России с Англией всегда были очень напряженные отношения, и здесь, конечно, отношения обострялись еще тем, что Англия – колониальная держава, она имеет традицию экспансии, особенно в Азии, на Востоке, и экспансия Англии сталкивалась в некоторых сюжетах с экспансией России. Короче говоря, Горчаков опасался военного конфликта с Англией в Средней Азии. В Средней Азии, современный Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, вот этот регион, в Средней Азии в это время существовали три архаических государства, очень таких отсталых, примитивных, феодальных государств. Это Бухарская, Бухарский Эмират, Хивинское ханство и Коканское ханство. И вот Англия с юга, через Иран, через Афганистан, англичане тянулись к этой Средней Азии, чтобы сделать ее тоже своей колонией. Но Россия, естественно, не хотела этого допустить. И вот возникла дискуссия. С одной стороны, Горчаков, имея по этому поводу свою точку зрения, он говорил, что не надо нам идти в Среднюю Азию, потому что, во-первых, это очень дорого, это потребует огромных затрат, это потребует крови, войны. А во-вторых, англичане не пустят нас туда, это конфликт с Англией, а нам нельзя сейчас допускать конфликты с Англией, потому что мы слабее объективно, и вообще нам надо реформы свои делать. Это было его мнение, и он смело его отстаивал. Хотя против этого мнения были не только царские генералы, но и сам император Александр II считал, что Среднюю Азию нужно захватить. И вот в итоге принята была позиция генералов, начинается завоевание Средней Азии. Так что здесь Горчаков отстаивал свои интересы, свои взгляды, но не мог переубедить императора и генералов. Средняя Азия стала, ну, трудно сказать, успехом или не успехом, но во всяком случае стала частью Российской империи. Еще одно направление внешней политики России – это, конечно, Балканы. Турция, Османская империя, в это время находятся в состоянии распада, и в частности это проявилось в том, что вспыхивают восстания. Восстания в Сербии, восстания в Болгарии, то есть восстания тех народов, которые порабощены были османским игом. Россия решила помочь восставшим болгарам, как своим братьям-славянам, как своим православным единоверцам. И начинается русско-турецкая война 1877-1878 годов. Русско-турецкая война была, конечно, кровопролитной, тяжелой. И, опять-таки, проблема в том, что мы выиграли эту войну, мы создали фактически государство Болгарии, но дальше нужно было развивать экономику этой Болгарии, нужно было ее чем-то, так сказать, занять. Но оказалось, что Россия в состоянии завоевать эту территорию, но Россия не в состоянии ее экономически обработать. Экономически там наступает экспансия Германии. И Германия постепенно подчиняет себе Болгарию. И, как известно, и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне Болгария оказалась по другую сторону линии фронта по отношению к России. И вот Горчаков говорил, что не надо нам взвоевывать эти Балканы, не надо, оставьте их в покое, потому что мы не удержим их, мы не сможем их освоить, так сказать. То есть воевать мы умеем, но дальше, когда речь идет о том, чтобы из этого сделать какой-то экономический вывод, не хватает мощи экономической. Россия была экономически отсталой страной, тут никуда не уйдешь, полуфеодальной. Поэтому, конечно, надо было здесь вести, прежде всего, внутренние реформы, развивать экономику, промышленность. Ну а Александр Михайлович Горчаков в этой ситуации оказался уже неудел. И когда пришел к власти новый царь, пришел к власти Александр Третий, то примерно через год после того, как он занял трон, Горчаков ушел в отставку. Горчаков ушел в отставку с почетом, с огромным, так сказать, уважением, все. Но Россия уже пошла по другим путям. И его советы в чем-то выполнялись, но в чем-то и не выполнялись. Так или иначе, но это общепризнано, что Горчаков был лучшим министром иностранных дел России в 19-м столетии. Изучая опыт Горчакова, его ошибки, его промахи, его успехи, мы, конечно, гораздо лучше сможем понимать и современную Европу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова